Великой Святой Древней Церкви В очень неспокойное время и довольно рано получил славу мудрейшего наставника и духовного учителя. Он был епископом, но в историю вошел как преподобный монах. Он был блестяще образованным человеком, но всегда стремился избегать споров и разделений. Его книги до сих пор переводят и издают, а его наследие по сей день дискутируется многими богословами и духовными авторами. Сегодня Православная Церковь чтит память одного из самых выдающихся духовных и богословских авторов древности преподобного Исаака Сирина. Сирином его прозвали из-за его принадлежности к так называемой Церкви Востока, названной впоследствии Осирийской Церковью. Это на самом деле большая и очень сложная тема. Вот церковная юрисдикция преподобного Исаака с точки зрения православной каноники. Однако авторитет его духовных наставлений был всегда на самом высоком уровне. Им зачитывались как монахи, так и миряне. Почему же в русской традиции мы называем сирийских отцов сиринами, а не сирийцами, как требует того правила русского языка? Ответ прост. И Исаак, и Ефрем стали сиринами из-за знаменитой фольклорной птицы, птицы сирин, изображение которой нередко даже вырезали в древности на храмах. Вот так и святые в простонародье вместо сирийцев стали сиринами. И из народного языка вот это наименование просто перекочевало в церковный календарь и в церковные тексты. Так что Исаак – сирин, а не сирийц, как в греческой, допустим, или латинской традициях. Он родился и жил в VII веке. Его детство и отрочество прошли на полуострове Катар в Красивском заливе. Семья его занималась мелкой торговлей, так что дети имели возможность получить очень хорошее образование. Однако занятия приходилось совмещать с опасной ловлей жемчуга. Морские бури и глубины стоящимися акулами, ныряльщики за жемчугом, корабли и матросы впоследствии стали частыми образами сочинений будущего епископа. Получив образование, Исаак вместе со своим братом решили уйти в общежительный монастырь. Брат вскоре стал егуменом, а Исаак, искавший аскетических подвигов и уединенного размышления над святыми книгами, просто удалился в пустыню Хузистана. В 60-х годах 7 века арабский халифат завоевал империю сассанидов. В крупных городах постоянно после этого происходили какие-то споры между мусульманами, евреями, между представителями различных христианских течений и даже расколов. И когда слава об учености Исаака достигла предстоятеля церкви Востока Георгия, он незамедлительно распорядился назначить отшельника епископом крупного города Ниневии. Однако созерцательно настроенный подвижник выдержал епископское служение не более полугода. И вскоре он просто оставляет кафедру и убегает в пустыню. Он много молится, много читает, много переводит с греческого, а под конец жизни фактически слепнет. И все последующие его наставления записывают его ученики. В пустыне он жил до самой своей смерти, достигнув высочайшего духовного совершенства. Его же молитвами укрепи нас, Боже. Субтитры создавал DimaTorzok